Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Незаконная вырубка лесных насаждений в Республике снижена в три раза. Об этом сообщили на составшемся заседании Межведомственной комиссии по борьбе с незаконной заготовкой, транспортировкой, переработкой и реализацией древесины. Отмечено также увеличение количества патрулирований. Так, в период с декабря прошлого года по июнь текущего осуществлено 1356 патрулирований на землях лесного фонда. Кроме того, осуществляется регулярный контроль за деятельностью действующих 47 пунктов приема и отгрузки древесины на предмет оборота незаконно заготовленной древесины. Вместе с тем, в целях сохранения лесов принято постановление регионального правительства о запрете вырубки леса в границах земель лесного фонда Учкуанского и Худесского участковых лесничеств. И в продолжение этой же темы. С 2019 года в рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике лесовосстановительные работы проведены на площади около 200 гектаров. В этом году аналогичные работы планируют провести почти на 26 тысячах гектаров площадей, в том числе искусственное лесовосстановление почти на 3 гектарах и содействие естественному лесовосстановлению на более чем 23 гектарах. Первый заместитель председателя правительства Республики Хызерчикуев и министр сельского хозяйства Анзор Баташев с рабочим визитом посетили аул Сарытюзу из Джигутинского муниципального района. Они побывали в среднеобщеобразовательной школе аула Сарытюз, где запланировано проведение капитального ремонта. В настоящее время заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Ввод в эксплуатацию здания запланирован на четвертый квартал текущего года. Кроме того, минсельхозам запланировано строительство в ауле Сарытюз водопроводных сетей протяженностью более 20 километров. Президент страны подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении места жительства родителей, а не места фактического появления ребенка на свет. Документ касается только детей, родившихся в России. Продолжение следует... Мурат Лайпанов при поддержке генерального директора предприятия «Известняк Джаганасский карьер» Шамиля Барлакова. 12 студентов из Карачаева-Черкесии отправились в Ростовский военный госпиталь, где в течение 14 дней будут помогать врачам в лечении солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции на Украине. Данная группа студентов Медицинского института Северокавказской государственной академии уже вторая по счету, вызовшаяся на помощь медикам в госпитале. Каждый из добровольцев прошел строгий отбор, к поездке допустили только лучших. Многие из них имеют хорошую базу, ведь в период пандемии прошли все трудности красной зоны, рассказывает ректор Северокавказской государственной академии Руслан Качкаров. Это практически все квалифицированные медики, они все имеют квалификацию среднего медицинского персонала и они, я думаю, очень-очень полезную, большую помощь окажут тем ребятам, военнослужащим нашим, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Я в них абсолютно уверен. Это ребята, которые имеют гражданскую зрелость, это ребята, которые прошли определенный собственный жизненный путь, это ребята, которые готовы взять на себя вот эту ответственность. Я очень горд за них и думаю, что они с честью выполнят свою миссию, миссию врача, миссию гражданина и с достоинством будут представлять и фамилию, и семью, и академию наших гражданинских. За последние пять лет на территории республики заложено более 900 гектаров садов интенсивного типа. Отрасль плодоводства остается приоритетным направлением для регионального минсельхоза, на стимулирование развития которой предоставляются субсидии из федерального и регионального бюджетов. Планируемый выход на проектную мощность плодовых садов составляет 3-5 лет с момента закладки. К 2030 году в Карачаево-Чекесе высадят промышленных садов на площадь более 1000 гектаров. Россети Северный Кавказ завершили реконструкцию более 45,5 километров линий электропередачи 0,4 кВт в зоне ответственности прикубанских районных электросетей. В результате обновления распределительных сетей повышена надежность и качество электроснабжения почти 13 тысяч потребителей нескольких населенных пунктов Абазинского и Прикубанского районов, расположенных в пригороде Черкеска. В частности, реконструкция распределительных сетей с установкой интеллектуальных приборов учета электроэнергии, выполненная в селах Дружба и Заречная, аулах Псыж и Карапага. Специалисты также заменили здесь около 350 износившихся опор, установили почти 3100 новых умных счетчиков. После завершения реконструкции старые линии электропередачи были демонтированы. Благодаря проведенным работам даже на самых протяженных участках электросетей напряжение будет соответствовать нормативным показателям. Жителям республики, планирующим в этом году совершить паломничество в Саудовской Аравии, необходимо заблаговременно подготовить документы. По данным пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Чрикеси, практика прошлых лет показывает, что у отдельных граждан при пересечении государственной границы возникали проблемные вопросы, связанные с отсутствием необходимых документов. Наряду с основными документами, женщинам необходимо иметь свидетельство о заключении брака. Кроме того, женщины в возрасте моложе 45 лет должны сопровождаться мужчинами из числа близких родственников, причем их родственные отношения должны быть подтверждены документально. Особое внимание также нужно уделить вопросам оформления документов с несовершеннолетними детьми. Телефонное мошенничество остается бичом нашего общества. Жертвами аферистов становятся люди разных возрастов, молодые и пожилые, но роднит их всегда одна черта – незнание элементарных правил цифровой гигиены и того, что можно говорить по телефону, а чего точно не стоит. Тема кажется избитой, банальной и повторяющейся бесконечное число раз, но об этом нужно говорить снова и снова, так как иначе ничто не изменится. Региональное министерство внутренних дел в очередной раз обращается к жителям республики быть более бдительными. Помните, сотрудники банка никогда не просят у клиента данной карты и не будут призывать его проследовать к банкомату или терминалу для разблокировки карты. Если это произошло, свяжитесь с вашим банком, контактные телефоны которого всегда имеются на обороте карты. Никому, ни при каких обстоятельствах не следует называть трехзначный код на обратной стороне карты одновременно с паролем, который приходит в смс-сообщении. Никогда не следует писать пин-код карты на поверхности самой банковской карты. Не перечисляйте деньги авансам незнакомцам, а также не предоставляйте непроверенным людям свои персональные данные и реквизиты банковских карт для якобы зачисления платежа. На территории республики в эти дни проходят масштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения. О его нюансах Лилия Гогушева, государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды регионального управления ГИБДД. Во время проведения мероприятия особое внимание уделяется нарушениям, повлекшим за собой дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и причинением тяжкого вреда здоровью людей. Также хочется подчеркнуть, что любые правонарушения участников дорожного движения не останутся без внимания сотрудников госавтоинспекции. Помните, что соблюдение правил дорожного движения – залог вашей безопасности. В рамках проведенных мероприятий жители республики информируем об участившихся случаях мошеннических действий с банковскими картами. Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошеннических действий. Объявлены результаты ЕГЭ по обществознанию и биологии. В этом году обществознания сдавали 872 выпускника, средний балл составил более 53. Максимальные 100 баллов получили на ЕГЭ по обществознанию 2 человека. Биологию сдавали 574 выпускника. Результаты выше 80 баллов показали 34 участника. Средний балл составил по республике 49,78. 22 июня текущего года стартовал уникальный патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти», который инициирован главами Верхних Палат Парламента в России и Беларуси и посвящен Великой Отечественной войне, целью которого является патриотическое воспитание и объединение молодежи двух стран. Его участниками являются 200 школьников в возрасте 15-17 лет. Это представители России и Беларуси, победители региональных и общероссийских олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны. В этом году Карачаево-Чрикесию во всероссийском проекте «Поезд памяти» представляет учащийся школу поселка Кавказского Прикубанского района Владислав Бабич, неоднократный победитель всероссийских проектов конкурса «Большая перемена». Участники мероприятия успели побывать в Бресте, который был первым атакован немецко-фашистскими войсками, совершили экскурсию по поезду-музею «Поезд Победы», участвовали в митинг-реквиеме и реконструкциях событий начала войны в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», а также участвовали в торжественной встрече в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы с главами Верхних палат Парламента в России и Беларуси. Далее поезд последовал через основные рубежи героической обороны Красной Армии к месту битвы под Москвой через Витебск, Смоленск, Ржев и Вязьму. В ходе данного патриотического проекта Владислава ждал еще один сюрприз. На базе парка «Патриот» в Подмосковье талантливого школьника поприветствовал сенатор России от Карачаева-Черкесии Крым Казаноков и вручил Владиславу Бабичу благодарственное письмо за успех и достижения в учебе. В Черкесске наградили победителей оригинального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Лучшие юноармейцы, в том числе ребята из Черкеска, Михаил Смольников, Эльдар Мамчуев, Амир Каркмазов и Артур Аков получили нагрудные знаки «Юноармейская доблесть». Юные гимнастки из Урубского района заняли призовые места в открытом турнире по художной гимнастике, который прошел в Новороссийске. Ксения Скриникова заняла первое место, Валерии Углицких и Александре Колосовой досталось второе, но и на третьей ступени педестала Полина Мошкина. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-25 метров в секунду. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В горах до плюс 18. В Черкесии кратковременный дождь, гроза, ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 27 градусов выше нуля. И штормовое предупреждение. До конца суток 30 июня и 1 июля местами по республике ожидается сильный дождь в сочетании с грозой и градом, шквалом до 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход сель и малого объема. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!